Виктор, ну расскажите, где мы находимся, какие процессы здесь происходят, что это такое, что за оборудование? Мы находимся на станции обезжелезования, где стоят фильтры, насосы подъема воды. Значит, мы обеспечиваем микрорайон Южный холодным водоснабжением. Вот, это самое сердце нашего водоканала. Сколько лет вы уже этим занимаетесь? Мы занимаемся, наша организация, ровно 20 лет. С 2001 года, с момента ввода в эксплуатацию данного объекта. И сколько сейчас домов в обслуживании у вас получается? Значит, в обслуживании сейчас 25 домов, это микрорайон Южный, и плюс 10 домов, это вновь построенные дома. Получается, благодаря вот этим установкам люди получают чистую воду? Да, люди получают чистую воду, обезжелезанную, ну и фильтрованную чистую воду, да. Она соответствует всем показателям? Конечно, мы каждый месяц даем анализы, поэтому все, она соответствует нормам Российской Федерации. Есть ли какие-то нарекания от жителей? По воде нет, никаких нареканий, потому что это артезианская вода, она поставляется из земли. Есть девонские скважины, есть менее глубокие скважины. Вода чистая, бытевая, можно пить, использовать пищу, купаться, то есть... Получается, она сначала попадает сюда, очищается и потом уже доставляется в квартиру. Да, сначала она с земли подается сюда, вот в эти вот емкости, значит, здесь проходит полную очистку она, и уже дальше идет в баке чистой воды, которые находятся на улице за зданием, и из бак чистой воды она попадает в каждую квартиру, да? То есть проходит полный цикл, какой положено делать. Виктор, вот вы уже сказали, что 20 лет этим занимаетесь, с чего все началось? Какие объемы были жилья тогда, какие сейчас, в чем разница технологий, вот обо всем? Ну, значит, в 98-м году началось строительство, я также участвовал в плане заказчика. Заказчик была организация Мурманская, Росарктикстрой, вот, также я тоже имел 5% акций в этой организации. Вот, значит, в 2001 году, немножко оговорюсь, значит, подрядчиком была компания ДСК Воронежская, вот, а заказчиками были мы, значит, ДСК строила дома и эти объекты, вот. В 2001 году они нам передали по акту, по документам, все, по договору эти объекты, вот, и мы приступили к их обслуживанию. Значит, с 2001 года мы их обслуживаем, значит, были какие-то недоделки от ДСК, мы их вкладывали день, денежные средства устраняли. На сегодняшний день оно, данное, водозабор работает в нормальном режиме, обеспечивает всех водой, воды хватает, даже, там, какие-то дни праздники, там, и так далее. В Новый год никогда проблем нет. Значит, с 2001 года мы обслуживаем, вот, по настоящий момент. То есть, эта цепь никогда не прерывалась, мы всегда этим владели, этими объектами. Также мы, администрации на Усманского района, все время признавались гарантирующим поставщиком холодного водоснабжения, вот, в микрорайоне Южном, ну, и, вот, значит, так работаем. Живу я здесь с 2001 года, дом 34 попылевой, вот, ну, что я могу сказать, с водой жалоб нет у меня. Вот, вода всегда холодная, горячая, нормально поступает. Все, что могу сказать, это вот по поводу воды. По крайней мере, срывок никогда не было. Единственное, когда летом, допустим, на прокладку горячую воду ставят, мне и на 10. А остальное все нормально. И вот это с 2001 года все уже это было здесь? Да, разумеется, конечно, и ВПС вот это было, все это было. Естественно, мы же водой как пользовались у нас. Отсюда и шла вся вода. С постройки прям как сделали, все, и была эта вода. С водой дела обстоят хорошо, то есть никаких перебоев у нас нет. То есть вообще никаких претензий к воде. А по качеству? Хорошая вода. Виктор, где мы находимся, что здесь у вас расположено, какую роль это во всем играет в вашем предприятии? Это мы находимся на очистных сооружениях. Значит, здесь приемные камеры. Здесь установки КО-200 стоят. Иловые карты. Также насосное оборудование, которое, значит, уже очищенное, качает на поля фильтрации, которые расположены отсюда в трех километрах. То есть у вас полный цикл? Полный цикл очистки, да. Также очистные построены в 2001 году, введены в эксплуатацию. Ну, дальше, конечно, мы увеличивали мощности, вкладывали денежные средства. То есть расширяли, да. Также проходили и проходим различные проверки. Значит, сдаем также ежемесячно анализ берут у нас. Поэтому находимся полностью под контролем инспекции. Ну, тут даже так запаха не чувствуется. Нет, запаха нет. Вы сами видите, прекрасно. Здесь нет запаха, потому что система закрытая очистки. Здесь нет, на поверхности все проходит по трубам. Кушки также закрыты. Ну, вы сами ощущаете, что запаха здесь нет. Совершенно верно. И вот мы показываем рядом. Вот видно трубы. Это стоят очистные сооружения, которые... Вот соседний микрорайон. Они, значит, эти очистные сооружения обслуживают депутат местной администрации, под покровительством администрации. Вот. Значит, сливают они в овраг, расположенный вот под этими домами. Мы можем пойти туда, посмотреть. Это я говорю, что касаясь того, что люди жалуются с тех домов, что идет запах нечистой. Что мои очистные, мы находимся, видите, здесь никакого отношения к этому не имеют. Здесь нет ни запаха, очистка идет как положено. Поэтому вопрос такой, да, почему администрация свое усердие не приложит туда, а хочет забрать то, что готово, работает, и которое не имеет к ней никакого отношения. Давайте пройдем, посмотрим, что там внутри. Здесь у нас электролизная справа. Значит, здесь у нас насосное оборудование. Здесь документация. Да, документация. Вот. Здесь склад. Ну, это что касается в этом здании. В принципе, при очистных сооружениях главное это электролизная, где поставляются различные растворы. Сюда поступают, вот в эти установки, уже здесь происходит очистка и поступает на иловые карты. Иловые карты расположены вот чуть дальше. С иловых карт уже поступают на поля фильтрации. Как положено по проекту. И вот внизу, это иловые карты начинаются, внизу. Вот это установки Q200. Вот. Камеры гашения. То есть, все, что положено, что положено по проекту. КНС, которые насосы стоят, перекачивают. Вот. Эти все фракции. Вот, что касается здесь. И поля фильтрации находятся, как я сказал, в трех километрах. Это большая территория. Также оборудованы поля фильтрации, в которой происходит чистка, подсыпка различным необходимым материалом. Песок там, различные фракции. Потом иногда мы нанимаем трактор, экскаватор. Ну, в общем, производим все работы, которые на полях фильтрации необходимы. Это уже финальный этап, да? То есть, там также... Да, это уже финальный этап. Там также мы можем проехать, посмотреть, нет никакого запаха. А что за история с питомником? Можете рассказать? С питомником... Значит, ко мне обратились с администрации. И попросили меня, значит, какая-то комиссия приезжала с области, показать питомник, что собак мы не уничтожаем, не убиваем, а ловим. Значит, обеспечиваем им питание, уход. Значит, возим их в медицинские учреждения. Ну, это если самка, то... Ну, чтобы не имело потомства. Вот. Они здесь у нас сытые, ухоженные. Значит, под медицинским... Я, значит, согласился. Они пришли, показали, сказали, что это питомник под эгидой администрации, что выделят деньги, и они помогут, значит, ну, во-первых, более расширить, более качественно его сделать. В итоге выделили 500 тысяч на собак, на район, на Усманские деньги. Исчезли. Нам не помогли ни копейки. До вас не дошло ничего. Не дошло ни копейки, абсолютно. Вот мы как можем, своими силами, все за свой счет. Собираем по району собак, приводим сюда. И любой может привезти сюда собаку. Так и было. Некоторые берут, ухаживают, потом бросают. Ну, и мы принимаем у них. Вот без всяких проблем. Зато кто-то отчитал. Да, люди отчитали, что да, у них все с собаками, проблема решена. Сейчас мы были на ваших очистных. Да. Теперь мы где? Вот что это за зеленое озеро? Вот администрация выдает жалобы людей, как будто это моя вина. Мы были на наших очистных, где нет никакого запаха. А теперь мы там, куда льет свои очистные, это, значит, соседние очистные, которыми покровительство администрации ими занимается. И которые не обращают внимания, хотя я предлагал, давайте проведем реконструкцию, чтобы не лили вот сюда. Вот смотрите, дом. Люди не могут открыть форточки, глаза слезятся. А вот сюда льется, посмотрите, погибли деревья. Тут раньше было озерцо, утки были. Все погибло. Вот посмотрите, льется откровенное дерьмо. Прямо под дома. Вот жилой дом и вот прямо перед нами жилой дом, где люди вынуждены дышать этим. Так вопрос, да, вы почему не делаете реконструкцию своего, а пытаетесь забрать у меня, которая прекрасно работает, нет ни запахов и абсолютно никаких проблем. Вот хотелось бы этот вопрос задать. Главе администрации Маслову. Вот посмотрите, вместо озера природного с утками, что они сделали своими очистными. Вот они. Так вопрос, что они реконструируют о них? Вонючка, невозможно дышать. Садишься кушать и невозможно есть. Это что это такое? Они вот сюда напрямую провели и все. И зимой, и летом. И зимой, и летом одним цветом. Сколько деревьев погубили, посмотрите. Люди вот здесь вот с детьми, поляночка была, отдыхали. Все засрали. Озерцо чистое, да, утки были. Потом вывели вот эту говнянку. А потом вот там, вот как за домом, вот выходишь вот сюда, вот между домов, тоже труба иногда. Ну, мы посмотрели, да? Контраст виден двух предприятий, как работают. Я и хотел показать именно контраст, потому что напрашивается вывод такой, что зачем забирать имущество у добросовестного предпринимателя, который качественно обслуживает, предоставляет качественные услуги, содержит имущество в качественном состоянии. Людям, которые, вы посмотрите, в каком безобразии точно такое же имущество содержат, загадив всю экологическую обстановку в округе. Люди, вы посмотрите, как люди против власти настроены из-за вот этих вот озер с говном и так далее. Поэтому мы надеемся, что все-таки справедливость восторжествует и в конце концов все это во благо Родины.